Ребят, всем привет! Привет, путешественники! У меня очередной обзор отеля. Сегодня это Килики Пелос. Я в этом отеле провел 4 дня. Сейчас выезжаю. Как раз у нас был тут форум по туризму. Давайте по порядку, наверное, покажу вам сразу номер, в котором я остановился. Это стандарт на шестом этаже. Если смотреть, у нас стоит большая кровать и дополнительно место раскладывается для ребенка. И давайте покажу свитцбалкона. Вид офигенский. Вот так вот у нас с правой стороны горы. Вид на сам отель, да, на территорию и на море. Погода классная, погода шепчет. Стульчики, такой балкон, сушилка. В принципе, вечером посидеть здесь, вина попить самое то. Здесь у нас проходил форум по туризму. Меня наградили, что очень приятно. Давайте вам тоже похвастаюсь. Здесь, ребята, такая небольшая рекламная вставка. Мне дали такую грамоту за высокие показатели бронирования отелей и участников системы. И медаль. Поэтому, ребята, кто собирается ехать в Турцию, пишите. Для новеньких рассказываю, для стареньких напоминаю. Я турагент онлайн. Живу в Турции с семьей уже третий год. Снимаю свежие обзоры на отели. Общаюсь с ательерами. То есть, все, все делали своих туристов. Подключили, дизайн, трансфер, все, что вам надо. Пишите, ватсап, все расскажу, все покажу. Погнали, дальше номер покажу. Кровать вполне удобное, белье приятное. Есть плюшек. Телевизор такой простой, старенький. Мини-бар. Есть чайный набор. Пакетики, чайник. Мини-бар я немножко осушил. Здесь было еще две банки пива и меринды, фанта, чтобы такое было. Сюда заглянем, давайте. Ну, сейф по классике. Сейф, тапочки. Калатов нет, сказали, в сезон по запросу можно будет. Пока калатов нет. Косметика. Стандартный набор. Тут ничего сверхъестественного. Мыло, шапочка, ватные палочки, гель. Гель для душа и шампунь. Ну, и вот такая большая, в принципе, душевая кабина. Вот так вот выглядит мой номер стандарт. Сейчас мы пойдем с вами погуляем по территории. Мне разрешили здесь полетать на дроне, аллилуйя, потому что многие отели боятся, не знаю чего. Так что поснимаю красиво территорию вам. Ну, и постараюсь все-все-все показать. Погнали дальше. Еще такой момент. Вот мой номер 2625 на шестом этаже. Это ближе к центральному корпусу. А напротив есть еще один корпус. По переходу можно спокойно до него дойти. У них есть свой бассейн и есть несколько домиков. Вот там под крышей, может, не совсем их видно. Они идут как лейк-хаус. И у них еще свой пирс. Пирс пока тоже разобран, потому что на зиму пирсы разбирают, ребята. Их волной бы разломало. Их горы. Горы шикарные. Ладно, все, давайте побежим. Зададим ключи. Я сейчас дошел до своей машины, бросил вещи, рюкзак, все, и я выселился из отеля. Но пока уезжать не буду. Смотрите, такой момент. Центральный вход, он сейчас на реновации. И я заходил, вот такая здесь надпись красивая, великая пелеса, через соседний корпус. Локация у него удачная. Здесь у нас Атлантиск напротив отель и улочка со всеми магазинами. То есть это поселок Гюйнук. Ехать из аэропорта Анталии недалеко. И давайте попробуем сейчас на коптере взлететь, показать территорию. И потом со стороны пляжа тоже там полетаю, поснимаю. Я думаю, будет прикольно. Сейчас, на время ремонта остановок, входа в ход, идет через соседний корпус. Здесь тоже такая приятная зона ресепшн. И вот вид на бассейн. Бассейн один из, скажем так, да, вот там лейк-хаусы у нас расположены. И свой пляжик и пирс. А мы пойдем в сторону центральной, в центральной зоны ресепшн. И в этой же части есть еще отдельно свой бар. Но сейчас загрузка маленькая, отель только открылся после зимних камикул. Поэтому этот бар пока не работает. Ну, смотрите, здесь даже терраса своя есть. Кстати, я сюда не находил еще. То есть, в принципе, можно и вот здесь посидеть, кофе попить. Прикольный корпус, а не этот корпус, он такой более спокойный. Сейчас у меня дрон сейчас выходит. Здесь у нас идет какая-то реновация. Внизу переделают ресторан. Честно, я забыл. Но что-то меняет, что-то освежает. Мне девочка рассказывала. Если что, по запросу я все эти детали уточню обязательно. Этот корпус более спокойный. Он находится в стороне от основного. Идти недалеко. Тут переходы, в принципе, территория компактная в отеле. И вот здесь вот есть несколько таких, как лейкхаусов. Ну, заработает бар. Можно здесь зайти, выйти, посидеть, чай, попить, кофе. Все, двигаем дальше, ребят. Так, видите, какой здесь трафик сейчас. Агентов много, все переезжают. Сейчас другой отель. Мы едем дальше. У нас получается вторая часть конференции. И вот здесь у нас как раз тот закрытый центральный вход, который к сезону реновирует. И, соответственно, сразу приходят у нас приветственные коктейли. Можно съесть вкусненько что-нибудь, выпить яблочек съесть. После этого идете на регистрацию. А за этой стойкой у нас идет, можно сказать, как лобби-бар. Да, такая лаунж-зона небольшая. И немножко левее у нас находится. Кстати, еще, ребят, вот здесь без стрелечника. Вообще, когда отдыхаете, не стесняйтесь подходить к гестам, задавать какие-то вопросы, халаты, зубные щетки, тапочки, что угодно. Они, в принципе, помогают, контактные всегда все подскажут. Решают часто различные проблемы. И отсюда мы с вами еще сходим, знаете, куда? Самое классное место. Сейчас покажу вам самое классное место. в отеле, в котором я провел очень много времени. Это бар. Поэтому я только немножко помятый, возможно, вид или голос. Он работает круглосуточно. Это очень прикольно. Редко такой встретишь, но он работает круглосуточно. И мало того, здесь есть импортный алкоголь. Вот так он выглядит. Сейчас я вам снимаю именно по алкоголю выбору. Отсюда можно выйти еще на открытую террасу. Смотрите, у нас есть Балантайнс, есть Чивос, 12-летний вру, ошибаюсь. Есть Гавана Клаб, есть Джеймис. Еще одна Гавана Клаб. Пифитер, водка. Это, по-моему, русский стандарт. Да, русский стандарт есть. Белли, есть, ребят, местный есть, но он неплохой. Я его попробовал. Есть пиво Берс. Бамонтии бутылочное. Валадимир, я вам не видел, наверное, но есть бутылочный пиво. Из хороших напитков еще есть манки-шолдер. Хороший виски, его надо просить. Они навсегда выставляют, но это классный показатель. Потому что даже в хороших отелях я редко встречал, чтобы был манки-шолдер. Ну, кто знает, тот поймет. Да, ребята, вот я его попросил, мне девушка показала. Вот он, мой родной манки-шолдер. Классный, классный виски. Прямо респект. Вот он очень классный. В общем, если его нет на баре, вы можете просто попросить. Я надеюсь, к сезону его весь не выпьют и всем хватит. Так, из бара идем мы дальше. Выходим вот на такую улочку открытую. Здесь уже открытая терраса, получается, за зоной основной ресепшн. Здесь из самых классных локаций, на мой взгляд, это кондитерская патисерия. Она просто шикарная, такая французская улочка. Смотрите, какая милая мебель. И здесь можно классно посидеть. И здесь же хороший зерновой кофе. Мне как кофеману, это очень важно. Смотрите, здесь какой-то дворик приятный. Можно здесь зайти, где девушка вышла. А мы пойдем другой дорогой. И с таким видом поработать. Ну, круто же, ребят. С этой красивой веранды мы сейчас зайдем внутрь и я вам покажу те вкусняшки, которых я съел немало за эти четыре дня. Может, даже кофе посидим попьем с вами вместе. Так, сейчас мы с вами спускаемся на минус первый этаж. Наверху у нас получается уровень ресепшн, да, и центрального входа. А на миле, мы с первого этажа, у нас как раз основной ресторан. Вот он здесь находится. Ну, сейчас время не обеда, там все закрыто. На завтраке я проспал. Мы зайдем в снэк-ресторан. То есть там по меню можно заказать и вам принесут что-то перекусить. Он работает с 12 до 16. В принципе, неплохо готовят. И вчера там пробовал что-то я заказывал. Пиццу, fish and chips, а курицу с грибами, что-то вот такое заказывал. И он прям находится, получается, под патиссерий. Вот, у нас 12 до 16 работает. Ну, сейчас мы покажем меню. Могу только у нас, как и рано, посесть. Так, смотрите, можно здесь заказать и суп, и курицу, и с пасту, и сэндвичей, и пиццу. Не знаю, возможно, отсвечивает, но то есть такой основной набор, там какие-то салаты, супы. Здесь же бар у них есть свой. Можно заказать спокойно и здесь перекусить. Если вы, например, пропустили обед, как это сделал я. Вышел из снэк-бара, немножко солнышко подспряталось. Давайте еще раз вам покажу. Как раз сверху у нас находится кондитерская, да, открытая терраса. А под ним можно перекусить. И с этой стороны у нас основной бассейн, пул. А за ним еще маленький аквапарк. Мы туда тоже сходим. И давайте, раз я здесь, я вам сейчас покажу территорию, детского мини-клуба, покажу крытый бассейн, прогуляемся до бара у бара на пляже или бара-бассейна, как правильно сказать. Он точно посередине стоит, в принципе, так удобно расположен. Слушайте, знаете, что еще хотел отметить? Классная музыка играет. Я часто говорю, музыка для меня такая услада для ушей, когда играет там не турецкий таркан с утра до вечера или какой-то арам-зам-зам, знаете, детские песенки. И какая-то вот хорошая музыка фоновая, то прям классно посидеть, прям отдохнуть. Хорошо, ну ладно, давайте. Так, мы дошли до детского мини-клуба. Такие тут лягушата нас встречают. Называется он Киликия Ворд. Астериксы, Абеликсы. Вот, света есть. Здесь, видимо, что-то какая-то легкая реновация идет. Это мне какой-то комфот варит, парень. Горки, видите, перекрыли. Классно, что просто детский клуб под такими деревьями большими расположен. И летом... Летом в жару будет приятно находиться, детишкам играть. Будет не жарко. Клуб небольшой, территория небольшая. Что-то все у них закрыто. Ребята, наверное, я, может, не вовремя пришел. В жабаке. Так, там какой-то детский туалетик. Двери, двери... А, двери на ремонте, да. Вот видите? Ну, давайте так загляну туда. Вот, там какая-то игровая комната есть. Детишками занимаются. Ну, видимо, возможно, детей еще мало. Потому что, честно, отель только открылся. И здесь основной процент это турагенты, которые сегодня уезжают. Вот, отдыхающих мало. И, видимо, поэтому все в таком еще формате подготовки к сезону. Так, вот еще одна комнатка есть. Вон там какой-то маленький хулиган прячется. И еще какой-то склад у них. Ну, в целом, вот такой вот мини-клуб. Странно, не нашел я здесь аниматоров. Ну, хотя они есть. Потому что у меня коллега, она с ребенком, он 3 года, она заходила, говорит, да, есть аниматоры, детишками занимаются. Возможно, сейчас какой-то перерыв или какие-то работы они ведут. Давайте тогда сейчас прогуляемся с вами в сторону аквапарка. Посмотрим в сторону амфитеатра. Потом дойдем на пляж и полетаю там еще на дроне. Классная территория. Мне очень нравится. Так вот двигаемся мы с вами от основного бассейна в сторону аквапарка. И как раз по правую сторону от меня находится здание основного ресторана. Честно, по идее, я не люблю снимать, когда люди, ну, когда процесс запущен, да. Иногда прошу в отеле, чтобы меня заранее пустили, чтобы не там заглядывать в тарелки, не смущать, да, туристов. Я вам так расскажу по питанию. По питанию все здесь достаточно на хорошем уровне. На завтраке есть фреш, свежевыжатый. То есть, там прям апельсины и стоят эти аппараты, да, выжимать. Вы можете сами выжать, либо стоит аппарат уже с готовым соком. Омлетики вкусные делают. Хороший выбор сыров на достаточно хорошем уровне. Обед, ужин. Да, в принципе, все нормально. Есть клубника, есть виноград, яблоки, груши, все это есть. Из приятного мне понравилось, что делают как нудл. Знаете, вот такая азиатская кухня, то есть кисло-сладкая курица с кунжутом. Там паста такая с овощами. Очень вкусно. Просто я, наверное, как приходил, всегда брал ее, потому что, ну, мне она нравится, заходит. Вот, поэтому по питанию здесь, в принципе, все хорошо. Тем более, опять же, концепция еще не совсем летняя. К лету, я думаю, будет все намного интереснее. Я, наверное, сейчас зайду, вот так вот уличную часть подсниму, покажу вам, что там все-таки есть из вкусного. Так, сейчас покажу вкусняшки. Самое старание. Сейчас у нас время обеда. Видите, такая, как азиатская лапша, сунжутик и вот курица с кисло-сладкой кисло-сладкой. Все очень вкусно. Нужно паучить курицу. Ну, здесь по-классике основное. Картошка фри, паста. Это я так быстрее кому покажу. Делают рыбу. Рыбу тоже жарят на гриле. Вот это оберена. Есть котлетки. Какая-то рыба там, скумбрия на гриле на остатке. Ну, а на ручке. Овощи и плюшки. А с утра на завтрак на моей спиной девушка готовит омлет. Можно внутрь зайти, сейчас тоже там сниму, постараюсь. Пока людей не так много. Давайте я вам тогда еще фрукты овощи покажу. Бананы, клубника, яблоки, сок и листья. Виноград тоже есть. И здесь же тут у нас идет сладкий стол напротив. В принципе, касаемо сладкого, на патиссерии все это продублировано для удобства. И там просто кофе вкусный. Кофе вкусный в баре, который работает в круглосуточном, где многие шелдеры и патиссерии. А здесь аппаратный, поэтому сладенькое я бы все-таки пошелкал. Вот это классно, что много сыров. То есть, вот сыр с пином, разный, корченый сыр. Вот это прям сна, с сыра. Это очень круто. Мы просто выходим на открытую веранду, возвращаемся обратно к основному бассейну. За моей спиной основной ресторан. Мы идем с вами дальше. Здесь у нас находится небольшая чаша детского бассейна. Под навесом, чтобы малышнее голову не пекло. Здесь он небольшой и такой спрятан такими кустами, да, чтобы не мешать никому. И дальше мы идем в сторону аквапарка. Отель без зимней концепции. На зиму он закрывается. Бассейны они не греют. Если кому интересно, они греют только крытый бассейн. Честно, греют его не сильно в зоне спа. Я один раз туда зашел, но, честно, мне приятно даже море попасть. Вот, но чуть-чуть греют. И вот здесь у нас идет такой небольшой аквапарк. Здесь на самом деле раз, два, три, четыре. Не четыре горки, а вот там в глубине есть еще две горки для малявочек. Две или три горки для малышей. И отсюда же, давайте так быстренько, пойдем с вами. Можно попасть в амфитеатр. Он здесь получается со стороны. Какие-то вечерние шоу в сезон проходят здесь, зимой, соответственно, внутри. Можно поиграть в настольный теннис. Ракетки лежат, никто их не берет. Ну, а здесь же будет как снэк-бар. То есть сейчас здесь можно взять воды, айран и делать девушку в гизлиме, женщину. Вот видите, с 11 до 16 можно взять гизлиме с сыром. Очень вкусно готовят мероприятия. Давай, здесь. Ну, мы идем дальше и двигаемся, получается, по кругу. Тут небольшая тоже еще есть дискотека, скажем так, в сезон. Просто загляну, покажу. Сейчас она не работает. И потом мы идем в бару на пляже и на сам пляж. Вот такой формат мини-ночного клуба, да? Ну, понятно, шезлонги, все это перенесется на пляж. Там будет бар, музыка, диджей. Приятная территория, честно, вот, повторюсь еще раз. Деревья, классно. Она вроде и не маленькая, и не супер большая, знаете, чтобы для удобства хождения. То есть нет такого, что там надо над каком-то автобусе ехать там на гольфкаре до моря, да? Тут, в принципе, все так логично построено, близко. Сразу еще про вход в море расскажу. Вход в море тоже приятный. Я купался, я сезон и не закрывал, в принципе. Вот, поэтому здесь привозят песочек, они отсыпают, потому что у нас гейнюк все-таки, там крупная галька идет, но здесь насыпают и каких-то волнов таких я прям не заметил. То есть вполне хороший заход в море. Плюс сезон, конечно, еще пару пирсов будет своих. Так, а это мы сейчас зашли с вами до бара у бассейна. Здесь есть импортный алкоголь, также продублирован, возможно, какие-то позиции все-таки лучше брать. Там в основном баре, да, в здании, но здесь он есть. Кофе здесь в таких кофемашинах не очень, но здесь классная музыка, повторюсь, здесь классно посидеть, просто побалдеть. Вот такой веранде и там у нас прям за ней сразу начинается пляж. И сюда тоже выйдем. Кстати, в этом баре пиво только из-под крана разливное, а там есть бутылочная. Это же вот такой момент. Так, все, вышли, ребята, мы с вами на пляж. Так, вышли мы с вами на пляж. Такой вот здесь отсыпной песок мелкий, да, но ближе к воде идет уже галечка. Не могу сказать, что она крупная. Галька, в принципе, такая не в луны, потому что если брать у нас там вельдеби в ту сторону, там прям такие камни-камни встречаются, хотя к сезону они тоже дают песок. И два пирса, пирсы разобраны. Что вам еще здесь показать? Ну, в принципе, видите, бар. Так, удачно расположен, в принципе, можно дойти спокойно и до бара, и до бассейна. Такие вот тенты. Вот, смотри, покажу. Кстати, у нас сегодня 9 апреля, все, кто думает, там холодно, не холодно, ребята, вообще классно. На улице классно, море, понятно, еще бодрит, но погода кайфовая. Вроде, немножко небо затянуло, но я думаю, там еще чуть-чуть и тучкой разбегутся. Короче, сейчас что-то на дроне хочу полетать здесь, красиво панораму подснять, а так в целом, друзья, отель классный, такой небольшой итог подведу. У меня в том году было сюда туристов, наверное, там 15, и все, в принципе, остались довольны. Хороший по питанию, то есть, вот такая средняя крепкая пятерка, хорошая по питанию, с классным видом, горы, с хорошим алкоголем, вот что меня удивило и, в принципе, подрасслабило, то, что здесь есть monkey shoulder, там, который стоит, я не знаю, там, по-моему, намного пьется приятнее, чем Chivas, так что вот мой вам совет, если приедете сюда, просите на баре monkey shoulders, вот, и что еще хотел сказать, напомнить, соответственно, что я турагент онлайн, меня зовут Тарас, ребята, команда в Турции, обращайтесь, я третий год здесь живу, работаю удаленно, договор, чек, все делаю для вас, оплата любой карты, дебетовой, кредитной, с расчетного счета на расчетный счет, все для вас, никуда их не надо, у меня есть контакты отельеров, я всем туристам помогаю, индивидуальный трансфер, там, при заселении, какие-то спорные моменты, всегда стараюсь вам помогать, поэтому всем хорошего отдыха, и давайте за финалем это все красивый панорамой отеля Киликия Пэлоса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok